Я хочу сегодня поговорить о такой штуке, как встреча с близкими после смерти. Да, вот такой вот вопрос очень сильно интересует, многие пишут и спрашивают об этом. Увидимся ли мы с близкими после смерти? Ну, с умершими, я имею в виду, то есть догоним мы их или не догоним? Поэтому я хотел сегодня об этом поговорить, рассказать свое мнение и, в общем-то, ответить, наверное, на многие вопросы, которые поступают, чтобы я каждому не отвечал, потому что написать нет, ну, обидно, написать да, непонятно. Поэтому увидимся ли или не увидимся? Ну, во-первых, они уходят не в тот же мир, в котором мы живем, совсем другой мир и все совсем по-другому. Там не существует вот этих вот близких отношений, которые существуют здесь. Здесь мы близкие, ну, наверное, телами, наверное, так я скажу, да, или родственники мы телами. По некой вот генетической линии мы там друг другу родственники. Но там у нас нет этих тел, эти тела здесь утилизируют, и у нас их там просто нет и все. У нас есть души. И вот восприятие внетелесной души совсем другое, нежели восприятие души сейчас, которая находится в теле. Мы считаем, что вот мы вот тут все, вот наши родственники, вот умерли, и мы когда уйдем, мы обязательно, нам обязательно захочется с ними встретиться. По своему опыту я вам скажу, что не захочется вам, ну, или почти не захочется. Это как вы куда-то переезжаете, если вы переезжали в другие города или совсем другие районы, если у вас такое происходило, то какое-то время, да, безусловно, вы вспоминаете своих там друзей по той территории, где вы жили, своих соседей, свою там школу, институт, где вы когда-то учились, и где были какие-то там у вас друзья и знакомые. Но это было там, и это достаточно быстро проходит. То есть у вас, вы оказываетесь в другом мире, и у вас все совсем по-другому. Я думаю, что какие-то небольшие желания с кем-то встретиться, да, безусловно, останутся, и вы, конечно же, можете встречаться с ними без проблем в том мире, в который переходит душа. Вся загвоздка только в том, что не все души попадают в один и тот же мир. То есть ни на одном, ни в один дом, ни на одну лестничную площадку попадают души, чтобы вы с ними общались после смерти, вы встречались с родственниками. Вот. Здесь тема очень обширная, и в моем понимании, по моему опыту, как мне это показали, как я это видел, родственники, те, которые оплакивали меня после клинической смерти, они не являлись каким-то якорем для моей души здесь вот остаться, здесь обязательно с ними. У всех, конечно, возможно, будет разный опыт, но здесь я сейчас рассказываю именно свой опыт. Встретитесь, вероятно, да, если будет желание, то встретитесь. Но ключевое слово здесь, наверное, если будет желание. Желание у вас есть сейчас, а потом на 99% я уверен, что у вас желание не будет. Ну, если оно и возникнет, то вы сможете встретиться здесь. Там нет таких отношений, как здесь, потому что здесь отношения связаны с нашими телами, с той оболочкой, которую мы видим, поэтому там все совсем по-другому. Вот, перейдя туда, при желании вы сможете. Возникнет ли у вас желание? Не знаю. Абсолютно. Здесь можно встречаться с ушедшими, которые ушли. Есть определенная, опять же, она не здесь, определенная площадка, на которую приходят души, которые жили в тех телах, знакомых вам, родственных вам тогда, на тот момент. И на этой площадке, безусловно, можно встречаться с нам и ушедшим. Все остальное уже по желанию, когда вы перейдете в другой мир. Если сможете, вспомните мои слова, нужно ли вам это будет, ну, как бы, встречаться. Именно вот мне вот, вот, встретимся ли мы с родственниками, там, со своими. Проверяйте, смотрите. Я проверил, мне не сильно нужно было мои родственники, которые родственники для тела. Еще раз повторяю, постарайтесь запомнить это. Ну, или услышать меня, что ли. Родственники для тела. Там тел нет, там есть только души. Вот. Надеюсь, что я ответил на многочисленный вопрос по поводу встречи. Еще был вопрос, кто нас встретит. Всех по-разному. Кто нас встретит на том свете. Всех по-разному буду встречать на том свете. Если вы находитесь плотно в каком-нибудь эгрегоре, который вас поставил, ну, в свое, так сказать, в своей рамке, то вас, вероятнее всего, встретит какой-то там эгрегор. Ну, то есть, представитель этого эгрегора, и вы никуда не уйдете, а так и будете в эгрегоре, но только в другом мире, что ли, в другом измерении. То есть, вам не дадут свободы, вы будете, ну, то, что вы выбрали, то и будет, наверняка будет так. Если вы свободны от всяких умозаключений, то вы там тоже будете свободны, и вы можете перемещаться куда угодно. Ну, у вас будет единая цель прийти к первоисточнику, из которого вы вышли, или, скорее, выйдя, пришли сюда, в наш мир. Поэтому тоже все абсолютно индивидуально, и кто нас встретит, когда мы умрем на том свете, невозможно какую-то одну вывести составляющую и сказать, вот вас встретит там Бог, да, у каждого свой Бог, вероятно, он может и вас встретить, у кого-то Бог внутри него, и кто его тогда встретит, да, то есть здесь все очень индивидуально. Спасибо. Спасибо.